Данил Масловский Он знает, как делается пил, из каких топилок его делают Все, давайте Хочется спеть песню Never Find Me Я ее буду петь, видимо, сегодня во сне Давайте, чтобы немножечко нам развеселиться, взбодриться Я сначала расскажу небольшой анекдот, который имеет самое прямое отношение к нашей лекции Вот, поскольку, ау, сюда, окей, окей, чтобы не свистеть А кликер, да, сюда Где, тут, куда? Вот сюда Это вперед Отлично Поскольку у нас лекция о литературе малых форм Коими являются Line of Notes Есть такой очень хороший анекдот Старый, советский, бородатый, наверное, его все знают Но я на всякий случай его еще раз вспомнил Сотрудник одного завода уезжает По распределению Профсоюз ему выделил путевку Он поехал в профилакторию Приезжает Приходит в кафе Обедать Ему дают Маленькую-маленькую тарелочку супа Там тарелочку, на которой лежат три горошинки Маленькая-маленькая сосисочка Мальчик чая Вот, он это все, естественно, съедает В одну минуту Чувак А, чуть-чуть сюда Конечно А я не буду здесь Во, во, теперь вот так, во Теперь микрофон не работает Вот, он это все съедает И подходит к работнику ресторана и говорит Извините, пожалуйста, у вас нет почтовой марки Там вот Сотрудник у вас спрашивает Что вам зачем? Знаете, я люблю после обеда что-нибудь почитать Вот мы примерно сегодня будем О такой литературной форме и разговаривать Лекция называется Обратная сторона пластинки Исчезнувшее искусство британских лайнер-ноукс Я в процессе подготовки лекции Пытался подобрать какой-то русский аналог Вот этого английского термина Но, как оказалось, в английском языке На самом деле очень много слов У которых нет русских аналогов И вот есть, допустим, там эссе Текст на конверте, аннотация Это все как бы близко, но не совсем то Поэтому я решил все-таки оставить английский вариант А включается у нас Итак, что же это такое? Если совсем просто, то это текст на конверте пластинка Но текст не технический, а все-таки литературный Подающий текст, как сейчас можно говорить И когда-то он был не менее важен Чем другие компоненты Из которых состоит музыкальный альбом Лайнер-ноукс появились примерно 100 лет назад Собственно, само слово Альбом, которым мы пользуемся до сих пор Для обозначения набора песен Появилось примерно так даже В начале второго десятилетия 20 века В ту пору на рынке господствовали Граммофонные пластинки Которые были записаны со скоростью 78 оборотов в минуту И входило на эту пластинку примерно 2-3 минуты записи И, соответственно, чтобы издать какое-то длинное произведение Которое, там, опера или симфония или еще что-то Его приходилось разбивать на несколько частей Печатать на нескольких пластинках И эти пластинки оформлялись в альбом Который выглядел как привычный нам фотоальбом Только вместо страниц у него были конверты В которые вставлялись пластинки Информацию об альбоме печатали на внутренних конвертах Либо на заднике этого самого альбома Можно сказать, что прародителями Liner Notes были театральные программки Вот мы идем когда в театр Берем программку, смотрим там о чем будет спектакль Кто исполняет и так далее, и так далее, и так далее А тут, соответственно, все то же самое Только про записанный материал Долгоиграющая пластинка диаметром 30 см 12 дюймов Соответственно, в привычном нам виде Появилась сразу после Второй мировой войны В 48-м году Но мы не будем сильно погружаться Прям в давнюю древнюю историю И начнем, наверное, с 60-х годов Наверное, с самого интересного Самого продуктивного десятилетия в области поп-музыки Сейчас, минуточку Я буду периодически прикладываться к бутылке У меня не хватает рук Где мне нужно было стоять Давайте посмотрим, как выглядела типичная британская пластинка Начала 60-х годов У лицевой стороны, соответственно Была яркая картинка какая-то Либо фотография Название альбома Название группы Либо имя артиста Логотип выпускающей компании Формат Моно или стерео Вот в данном случае монофоническая пластинка И обязательно У английских пластинок Была такая отличительная особенность У них сверху дублировалось название Вот на белом фоне Для того, чтобы Пластинку было легко найти Когда ее Ищешь в ящике Либо там на полке в магазине А обратная сторона Что мы видим на ней В разных странах мира были Свои конструкции обложек Но вот в Великобритании обложку собирали из двух частей Переднюю часть печатали с Красивой картинкой Ламинировали А оборот чаще всего Печатался В одну краску И чаще всего в черную краску Вот как мы можем видеть здесь Такие конверты называют Флипбэк каверс Обложки с заворотом Вот если мы посмотрим Мы можем увидеть Что На обратной стороне Идут такие вот манжетики Подвернутые с трех сторон Собственно К этим манжетам Приклеивалась внутренняя часть Заднего Задней обложки И вот получался Таким образом Конверт Я не просто так Подробно рассказываю О том Как собиралась Эта вся обложка Нам эта информация Подадобится в будущем А вот теперь Давайте посмотрим поближе На Оборот дебетного аэра Альбома Джона Лейтона 61-го года Что мы здесь видим Мы видим Мы видим Небольшой Но такой Очень Аккуратненький текст В котором упомянуты Не только все А можно мне другой микрофон Который не шипит Или они все шипнуты? Теперь у нас настоящий рок-концерт Прям С пидбэком Так вот В данном тексте Данных Лайнер-ноут Упомянуты Да что ж такое В данном тексте Упомянуты Не только все Хвалебные достижения Молодежного поп-идола К данному моменту Но Также отдельный абзац Посвящен команде Которая Которая над этим альбомом Работала Это Гениальный революционер В области звукозаписи Продюсер Джо Мик Аранжировщик Чарльз Блэквилл И автор песен Джеффри Годдард Написано буквально Следующее Это команда Которая Создала тот самый Одинокий звук Джона Лейтона Эту прекрасную Захватывающую музыку Которая опять Напугает вас Во время прослушивания Пластинки Это действительно Было так Поскольку Главная фишка Джеффри Лейтона Были мистические Потусторонние песни О умерших подругах Которые приходили Звали его В ночи В общем В прочем Всяком Таком Мракобесии Совершенно не характерном Для Попсцены 60-х годов Британской А теперь посмотрим Кто же написал Этот текст Благо этот товарищ Выделил себя В общем Достаточно заметно Это Даже отсюда Я вижу Что в общем Читается Это Роберт Стигут Не знаю Насколько вы знакомы С этим именем Но вы наверняка Знакомы с Подопечными Этого человека Роберт Стигут Бывший театральный агент Директор Как бы мы сейчас сказали Джона Лейтона Стигут В начале 60-х Стал одним из пионеров Шоу-бизнеса И В 2017-м году Когда Скончался Менеджер Битлз Брайан Эпстайн Стигут Слю Свою компанию С компанией Эпстайн И пытался Таким образом Да Раз 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 О Ура Лично Вот так вот Ой как здорово Как здорово В 67-м году Когда Не стало Брайана Эпстайна Директора Битлз Роберт Стигут Пытался Подбивать к линии И пытался Заполучить контроль И управление Делами Ливерпульской четверки Вот Музыканты Когда об этом узнали Они естественно Пришли В неописуемый ужас И сказали Что Буквально Скажешь Если этот говнюк Будет вести Наши дела То мы на каждом Своем новом сингле Будем петь Боже храни королеву И причем Петь и играть Мы будем фальшиво Ну Вот Такой В общем Неоднозначный Персонаж Но мы Очень хорошо Все знакомы С артистами Которых он Вывел в люди Раскрутил Сделал звездами Это в частности Группа Биджиз И Эрик Клэптон Вот А это вот Собственно Свидетельство Того С чего начинал Этот человек Это вот 61-й год Битлз Я упомянул Совершенно не случайно Потому что Именно они Очень быстро Переделали Привычный уклад Оформления Пластинок Под себя Лайнер Ноутс Были на их Пластинках С самого начала С 63-го года И К первым Трем альбомам Их писал Тони Бэру Леверпульский Журналист Которого Брайан Эпштайн Нанял Как директора По пиар Да Вот Сейчас Должность Аналогичная Называется Примерно так Именно он Придумал выражение Фэб Фор Великолепная Четверка И В принципе Принимал Довольно Активное Участие В жизни Битлз У него Были очень Четкие Точные Великолепные Тексты Единственное В чем их Можно было Укрикнуть Так это В традиционной Британской Чопорности Но Самый Блестящий Текст На конверте Битловской Пластинки На мой взгляд Написал Другой Журналист Другой Английский Журналист Тони Бэррол Для альбома Битлз Фосэл В 1964 В 1964 Году Я сказал Дерек Тейлор На мой взгляд Гораздо Интереснее Симпатичнее Как Автор Текстов Потому что У него Был Такое же Чувство Юмора Примерно И Такой же Хулиганский Задор Как у Музыкантов Битлз Все Зачитывать Не буду Зачитаю Первые Два Абзаца Они По-моему Очень Очень Милые У вас В руках Четвертый Альбом Великолепной Четверки Поставляйте На конверте Следов Грязных Пальцев Дело Даже Не в том Сколько Он Стоит Внутри Этого Конверта Сама История Которая Как Известно Бесценна Все Мы Становимся Старше Когда Через Поколение Ребенок Закуривая Радиоактивную Сигару Во время Пикника На Сатурне Спросит Вас Что же Представляли Собой Эти Самые Битлз Не Пытайтесь Начать Ему Рассказывать О длинных Волосах И воплях Толпы На Стадионах Просто Поставьте Ему Несколько Песен Из Этой Пластинки И он Вероятнее Всего Сразу Все Поймут Ребята Из 2000 Года Почувствуют В этих Песнях Такое Ощущение Добра И тепла Которое Чувствуем Мы Сегодня Ибо Магия Битлз Как я Подозреваю Вне Времени И Вне Возраста Она Преодолела Границы Барьеры Смела Все Различия В Расе В Возрасте И Классах Вот Такая Абсолютно Пророческая Штука За Исключением Радиоактивных Сигар Пикников На Сатурне Ну Курящие Дети Да Они Как-то Есть Всегда Есть И Дерек Тейлор Начал Свою Деятельность С Битлз С того Что Был Гоуст Райтером Я не знаю Знаком Ли Кому Нибудь Такой Термин И Кто Нибудь Может Знает Его Русский Эквивалент Я Немножко Расскажу Чем Он Занимался Когда Битлз Первый Раз Поехали В Америку Дерека Тейлора Наняли Для Того Чтобы Он От Имени Битлз Писал Колонки О Том Как Они Покоряют Америку И Собственно Он Это Все Делал От Лица Джорджа Харрисона Харрисона Один Раз Попробовал Измучился Плюнул И В Что у них происходило Тейлор Соответственно Оформлял В Текстовом виде Вот Никто Не хочет Даже Предположить Русский вариант В русском языке Ну По крайней мере Насколько я Осведомлен Это Называется Литературный Рап А Литературный Негр Пардон Вот Есть Такой Термин У них В английском Соответственно Гораздо Были Симпатичные Это Все Это Называется Ghostwriter Призрачный Писатель Вот И Несмотря На То Что Тейлор Очень Хорошо Дружил С Битлз Он В принципе Работал И с Другими Музыкантами Именно С Его Легкой Руки В Обиход Мира Пакет Симфони Карманная Симфония Он Этими Двумя Словами Охарактеризовал Композицию Группы Beach Boys Good Vibrations И В принципе Вот Это Наверное Самая Емкая Самая Краткая Лаконичная И точная Рецензия Из двух Слов Которые Я видел В своей Жизни А Его Текст Текст Тейлора К альбому Певицы И актрис Кладин Ланже Я бы назвал Карманной Поэмой По аналогии С Карманной Симфонией В нем Он очень Коротко Рассказывает Историю Историю Жизни Актрисы К тому моменту Как она Познакомилась С Будущим Мужем Как она Дебютировала На телевидении И так далее Вот Текст Небольшой Я его Зачитаю Целиком Переводить Не буду Потому что Он В принципе Достаточно Ритмичный Достаточно Экологичный А Но вернемся Битлз Они своим творчеством Разрушали Довольно методично Разрушали Все Возможные Стереотипы И правила Рекорд Индустрии На следующем Альбоме Хелп Уже не было Никаких Лайнер Ноутс А на альбоме Рабберсул Случилась Маленькая Далеко Не всеми Замеченная Революция С конверта Пропало Название Группы Пропало И больше Уже Никогда Не возвращалось Не было И на обложке Револьвер Дизайн Которого Кардинально Отличался От всех Альбомов Того Времени На Сержанте Пеппере Оно присутствовало В виде Клумбы С цветочками То есть Не В виде Надписи Логотипа А как Часть Изображения Вот На белом альбоме Это было Просто тиснение Белым по белому И Последним альбомом У которого был Вот тот самый Флитбэк Конверт Который мы Рассматривали В самом начале Был Yellow Submarine Который был Выпущен В начале 69 года А начиная С Эдби Роуд Конверты Стали полностью Цветными И ламинированными С двух сторон И собирались Из одной части И склеивались И склеивались Из передней И задней И делались Уже Из цельного Куска Мрамора Из единого Глазня Вот И именно В это время В 68 69 Большую силу Набирает Рок музыка Психоделическая музыка И на передний план Очень сильно Выдвигается Фигура дизайнера Как создатели Упаковки Привлекательной Привлекательной Упаковки Для звукозаписей Артисты Больше не хотели Тратить Драгоценное место На какие-то Liner Notes Зачем действительно Тратить Если можно Полноценно Напечатать Большую Цветную картинку Или там Рисунок Или еще что-то И Именно С конца 60-х годов В Великобритании Liner Notes Начинают Постепенно Исчезать В начало 70-х Их практически Не остается Вот А их функции Взяли на себя Пресса Радио И телевидение Вот Но Liner Notes Исчезли не совсем Иногда Их все-таки Можно было Встречать На конвертах Вот Например Конверт Дебютного Альбома The Purple 68-го года Но Вот Те же Pink Floyd Например Как-то сумели Обойтись Без Liner Notes Они делали Упор На Картинку У них Были Очень Прекрасные Очень Замечательные Психоделические Сюжеты На Обложках Вот Поэтому Начиная С конца 60-х Годов Liner Notes Это скорее Исключение Чем Правило Собственно Текст На Обложке Пластинки Дебепл Дебепл Уже Показывает Что Искусство Liner Notes Вырождалось И За всеми Этими Вот Вымученными Описаниями Группы Игрой слов Игрой Названий Песен В общем Уже Не стояло Ничего Нового Все это Было Скучно Неинтересно И Начинается Текст Про Дебепл Со строчки Пять молодых Людей Объединили Свои таланты И приумножили Их Чтобы создать Царство Музыкального Цвета Досели Неслыханные На пластинках В оттенках Темно-левого В общем Страшная Тоска Зевота И Ужас 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 Но Ужас Был Не везде У Экс-битла Пола Маккартни Получилось Довольно Неплохо Представить Свой новый Коллектив В 71 Году Это Собственно Пластинка Wild Life Группы Уинкс Которая была Создана Маккартни После Битлз Там Текст Примерно Такой Когда Пол и Линда Маккартни Записывали Альбом Рэм В Нью-Йорк Им потребовался Барабанщик Поэтому Они нашли Старый Потный Вонючий Подвал Где-то Долговязый тип У которого В семье Было Восемь поколений Барабанщиков Сел И сыграл И сыграл Так Что После Того Как он Закончил Установка Продолжала Содрогаться Когда Пришло Время Записываться Они Позвонили Дэнни Лейну Парню Из Бернингема И спросили Его Собирается Леон Играть Ответив Отвердительно Он принес Свою верную Гитару Потом Он И оба Маккартни Вместе Вместе С Дэнни Сейлован Который Как по волшебству Прибыл Из Штатов И притащил Свою жену Которая снова Была пьяна И свои барабаны Продолжили Запись В этой обертке Музыка Которую Они сделали Сможете В нее Врубиться Автором Этого Текста Как нетрудно Догадаться Был Сам Пол Маккартни Вот Правда На обложке Написано Что это Текст Клинта Харригана Но это Вот Один из Многочисленных Пседонимов Которыми Маккартни Пользовался В течение Своей карьеры Правда После этого Лайнер Нокс На альбомах Маккартни Практически Не появлялись Вот Обложки Его альбомов Стала Оформлять Студия Гипнозис Это Очень известный Дизайнерский Коллектив Который Начал Свою работу В конце 60-х Годов И Оформил В принципе Практически Все альбомы Для Pink Floyd Лэдзи Питера Гэбрила В общем Огромной Огромной массы Артистов Первого эшелона Ну и второго В общем-то И третьего И дальше Они Были знамениты Тем Ну Вы наверное Знаете их Обложку К пластинке Да Они Наверное Нормальные А ладно Ничего страшного Вы наверное Знаете их Обложку К пластинке Pink Floyd Dark Side Of The Moon Такая Черный Квадрат С призмой С одной стороны Идет луч И через призму Он преломляется Выходит В виде радуги Вот Но По нашей теме Они тоже В принципе Поработали Есть у них Одна Очень Интересная Пластинка Которая Имеет Отношение К теме Liner Note Сейчас Я вам ее покажу Это Альбом 78 Года Под названием GoTo Для группы XTC Собственно Что Это такое Это обложка Вот Черный Конверт На котором Белым По черному На печатной Машинке Набран Текст Собственно Liner Note Перенеслись С обратной Стороны На лицевую И заняли Всюю обложку Текст Примерно Следующий Весь Не буду Зачитывать Тоже Он очень Большой Но Он очень Остроумный И В общем Читать его Сплошное Удовольствие Но Основная Идея Выглядит Примерно Так Это Обложка Пластинки Эта надпись Является Дизайном Обложки Дизайн Должен Помочь Продать Пластинку Мы Надеемся Привлечь Ваше Внимание К ней И Призываем Вас Взять Ее Когда Вы Это Сделаете Возможно Это Убедит Вас Послушать Музыку В данном Случай Альбом XTC Чем Больше Людей Купят Эту Запись Чем Больше Денег Получат Virgin Records Менеджер Yen Raid И Группа XTC Мы Это Специально Придумали Чтобы Заставить Вас Прочитать Это И Чем Больше Вы Читаете Тем Больше Вы Влюбляетесь В Это Простое И Нехитрое Изобретение Рассказывающее Вам Как работает Хороший Коммерческий Дизайн Хороший Дизайн Обложки Можно Рассматривать Как тот Который Заставляет Вас Покупать Пластинку Но На самом Деле С Вами Этого Никогда Не Произойдет Потому Что Вы Знаете Что Это Всего Лишь Дизайн Пластинки А Это Обложка Пластинки И Вот Такой Текст Также Присутствует С Обратной Стороны На Этикетках На Внутреннем Конверте А Для Компакт Кассеты По Получилось Даже Еще Смешнее Вкладыш Кассету Здесь На Обложке Написано Примерно Следующее Это Вкладыш Кассеты С Альбомом Гоу Ту Группа Экстиси Обычно На этом Месте Бывает Цветная Репродукция Обложки Альбома А поскольку На Обложке У Альбома Сплошные Надписи То Мы В Virgin Records Решили Что Сделаем То Самое Для Кассетного Издания Это Называется Быть Последовательным Цель Данного Текста Заинтересовать Вас Потребителя Настолько Чтобы Вы Смогли Отслюнявить Нужную Сумму Для Покупки Этого Продукта И Это Действительно Очень Хороший Продукт Достойный Того Чтобы Его Купили По Моему Это Очень Здорово В 80-х Позиции Дизайна Как Составляющая Музыкального Альбома Только Укрепились Постбанк Новая Волна Евродиска И металл Ни одному Из этих Стилей Лайнер Ноутс Были Не Нужны Что Такое Цигель Цигель Ай-яй-яй Ну Вот Как Всегда Сейчас Сейчас Я Постараюсь Хорошо Подожди Ладно Поехали Тогда Быстренько Смотрим Следующий Слайд Что У нас Все-таки Встречалось В 80-х По Теме Лайнер Ноутс Альбом Дипешмод Синглс 8185 В нем Как таковых Лайнер Ноутс Нет Но Есть Выдержки Из прессы Что Писали Какие Газеты Писали О Синглах Дипешмод И На Вещи Блэш Блэсформирумс Мы Видим Цитату Следующую Блэшформирумс Это Обычный Удар Богу Под дых От Сомневающегося Смертного Автора Этой Несамый Дружелюбной Цитаты Звали Нил Теннент Который Через Несколько Лет В составе Группы Петшу Байс Сам взял и, в общем, прошелся асфальтовокладочным катком по религиозной тематике в песне «Ицессин», которую, я думаю, многие из вас знают. Это мы, наверное, пропустим. А в 90-х, когда основной носитель поменялся и на смену виниловым пластинкам пришли компакт-диски и кассеты, в этот период, соответственно, еще меньше стало, стали размещать тексты на конвертах, но не у всех. Вот группа Saint-Vitain, прекрасная английская бок-группа, если кто не знает, послушайте обязательно. Они, начиная с 91-го года, на каждом своем альбоме ставят текст. И причем тексты это абсолютно разных людей, то есть не обязательно это пишет их директор или там их пиар-менеджер или кто-то еще. Вот на первом альбоме у них писал тексты Джон Сэвэдж, я не знаю, знакомо вам это имя или нет. Это вот уровня Артемия Троицкого, наверное, журналист, очень авторитетный, очень известный. А в 1998 году у них вышел альбом Good Humor, который мы видим, и Liner Notes к нему написал самый настоящий писатель, которого зовут Дуглас Коуплинд. Может быть, вы знаете его произведение Generation X, рабы Microsoft. Он, в общем, достаточно известный был, издавался у нас в оранжевой серии. Liner Notes от Дугласа Коуплинда. Это литература в чистом виде. Но она, конечно, маленькая, скромная по объему, но исключительно изящная. Заканчивается текст так. Я помню, однажды прочитал, что самые красивые слова в английском языке – это chime, lullaby и melody. И я с этим согласен, как со звучанием слов, так и с образами, которые они вызывают. Слова Saint-Étienne сами по себе вызывают у меня похожие чувства. Это как мир, в котором женщины носят жемчуга и умеют попадать в ноты, когда поют. Мир, в котором мужчины водят спорткары и никогда не ошибаются. Мир, где нет места ностальгии, потому что мы все живем в ярком, славном, настоящем. Так, ну, ладно, меня попросили покороче, я буду покороче. Сейчас, в последние, там, не знаю, 15-20 лет, ситуация с Liner Note стала еще хуже, потому что носители постепенно уходят, а музыку мы слушаем сейчас на компьютерах из облака. И если там на компакт-кассете была обложка размером с пачку сигарет, то вот сейчас, я не знаю, сейчас все еще гораздо более печально. И, ну, вот, например, сейчас мы обложку саму, если будем рассматривать, то она, ну, вот, примерно вот, размером с этой изделия. И мне, как дизайнеру, совершенно обидно и считаю, что мне заслуженно, в общем, обделяется вниманием работы дизайнера, но вот так и есть. Вот, поэтому Liner Notes, на самом деле, ушли не из-за цифровой культуры, они ушли гораздо раньше, когда полиграфия стала позволять делать полноценную, полноцветную обложку. И все равно кое-где, кое-когда иногда они встречаются. Если вы покупаете физические носители, если вы слушаете музыку на пластинках, на компакт-дисках, то вы, я думаю, найдете, что почитать. Спасибо, я надеюсь, не сильно затянул. Но вы и сами поменьше разыгрывайте. Спасибо большое. Благодарю за внимание.